Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу и продолжаем разговор о профильных блоках. Сегодня у нас на повестке дня блок экономики. Я так подразумеваю, что у нас, наверное, есть те, кто на прошлом вебинаре не был, когда мы разбирали подробно, что такое профильные блоки, как ими пользоваться. Поэтому первую часть я немножко быстренько пройдусь по этим моментам. Поставьте мне, пожалуйста, плюсик в чат или минусик, любой знак. Есть ли у нас те, кого не было на прошлом вебинаре по профильным блокам по педагогике и психологии? Если такие товарищи у нас есть, пожалуйста, поставьте в чат любой значок, плюс, минус, буковку, что угодно, чтобы не сориентироваться, насколько нужно ли первую часть рассматривать или можно сразу ее проскочить. Ага, отлично, есть, есть такие люди. Отлично, поэтому мы немножечко остановимся, но и для тех, кто был, повторение всегда хорошо. Вспомним основные моменты. Значит, по профильным блокам. Что это такое, откуда оно взялось и зачем оно существует в ЭБС? Чем профильные блоки отличаются, например, от разделов каталога по ОГС? Более подробно, коллеги, можно будет посмотреть. Я вам в конце тогда вебинара дам ссылку на запись предыдущего вебинара. Мы там более подробно разбирали структуру информационных потребностей специалистов и те элементы системы, которые позволяют удовлетворять эти потребности специалистов. И первую часть можно будет подробнее посмотреть уже там. Но самое главное, я все-таки скажу. Наличие вот этих информационных потребностей специалиста, оно структурирует, состоит из нескольких элементов. И электронные библиотечные системы, они удовлетворяют то, что называется комплексные информационные потребности, которые не может удовлетворить ни отдельно университет, ни производители узкопрофильной информации, а требуется вот такой некий комплекс. Отсюда и берется необходимость создания вот таких профильных блоков, которые удовлетворяли бы потребности специалистов. И основная задача это создание таких профильных блоков, это организовать контент таким образом, чтобы специалист получил информационное поле с качественной проверенной информацией, грамотно организованное и удобное для использования. Самое главное, ключевое слово здесь, качественная проверенная информация. И вот этот профессиональный контент для удовлетворения профессиональных потребностей, это и есть профильные блоки. И с ростом контента перед университетскими библиотеками встает такой вопрос фильтрации и профильного комплектования по тем направлениям подготовки специалистов, которые аккредитованы в данном учебном заведении. Вот на Западе такой формат называется e-book approval plan, а в нашей ЭБС это называется блочное комплектование. И цель это контроль притока литературы по узким профилям. Ну и здесь, конечно, без взаимодействия кафедры и библиотеки не обойтись. По каким принципам строится вся эта работа, все эти проекты. Здесь те же самые принципы, на которых строятся все контентные проекты в нашей ЭБС. Зависит они от удовлетворения, от целевой аудитории, а наша целевая аудитория от студентов и преподавателей. Принцип адресности. Не нужна огромная электронная библиотека для удовлетворения профессиональных потребностей в профессиональной литературе. Да, поэтому здесь нужно отталкиваться от тех именно потребностей, которые характерны для данной целевой аудитории. Поэтому такой принцип адресности. Слишком много это не всегда хорошо. Способность собирать, фильтровать литературу согласно профилям, это естественно принцип профильности. И ЭБС должна это делать. База данных, которая и составляет электронную библиотечную систему. Принцип полноты. Здесь речь идет об объединении разных типов изданий. Это и книги, и периодика, и прикладная литература, и справочники, и научная литература. И все это должно быть представлено ВБС. И обязательно принцип обратной связи. Обязательно должна быть обратная связь от потребителя, от библиотеки, от образовательной организации, с тем, чтобы вовремя вносить коррективы и создавать вот этот, обеспечить все остальные принципы. Потому что без обратной связи, ну, с нашей точки зрения, или с точки зрения разработчиков это хорошо и правильно, или комплектаторов, да. А мы говорим, что нет, нужной нам литературы у нас, вашей ВБС нет. Мы не можем удовлетворить потребности тех специальностей, которые, направлений подготовки, которые у нас прошли аккредитацию. Да вот, чтобы этого не было, обязательно должна быть обратная связь для того, чтобы возникающие потребности и нехватку литературы вовремя удовлетворять. Поэтому не забывайте об этом. Ну, еще раз все вещи, которые я проговорила, я вам на слайд сюда вынесла еще раз коротенько. И по составу профильных блоков. Вообще в ЭБС университетская библиотека онлайн профильные блоки появились где-то около двух лет назад. И формирование шло на основе базовой коллекции ЭБС. Вот здесь важный момент, коллеги. Есть несколько, как бы, разделов в электронной библиотечной системе. Есть базовая коллекция, на которую подписывается в ВУЗ. Есть профильные блоки, есть каталог УГС или УГСН, укрупненные группы специальностей. И есть еще издательские коллекции. Так вот, издательские коллекции в профильные блоки – это не одно и то же. Они не входят. Подписку на издательские коллекции нужно приобретать отдельно. Хотя некоторые книги могут попадать. Такая ситуация может быть. Но это скорее исключение, а не правило. И в профильные блоки попадают ресурсы одной тематики, независимо от года типа издания, издательства. И отличие. Вот и каждый блок состоит, вот структура блоков, она одна и та же. Какой бы блок мы ни взяли, везде идет сначала учебная литература, потом научные издания, периодика, справочники. Они прямо так вот разделами выделены. И в отличие от литературы, которую мы можем собирать и использовать в своем учебном процессе по каталогу УГС, вот в профильных блоках они шире. Если УГС – это в основном ресурсы только учебного характера, там периодика, монографии, научно-популярная литература, вот здесь есть такой мультимедийный контент, то туда не попадает. Они попадают в профильные блоки. Поэтому в зависимости от того, какую цель и задачу мы перед собой ставим, мы обращаемся либо к разделу УГС, либо к профильным блокам. Вот когда мы… Конечно, учебные издания здесь тоже можно найти, и в УГС они, скорее всего, тоже будут. Но когда нам нужно, например, составлять список литературы рекомендуемой или дополнительной литературы по изучению дисциплин, то удобнее это делать все-таки в профильных блоках. Здесь гораздо больше, шире выбор, больше выбор. И преимущество для преподавателей использовать в своей работе, начать именно с профильных блоков. Это удобнее. Нам не нужно рыскать по всей ЭБС, по всему каталогу, искать ресурсы по определенной тематике. Потому что вся литература уже подобрана и собрана вот в такие тематические блоки. Нам остается только взять нужный нам блок, отсев лишней информации. Вот это вот очень удобно, но, к сожалению, почему-то не все преподаватели пока еще этим пользуются. Поэтому наша задача – начать это использовать максимально. Как работать с профильным блоком так, чтобы это было комфортно? Да, самое главное. Прежде чем сказать о том, как пользоваться. Про подписку. Вот каждый профильный блок – это, по сути, самостоятельная маленькая ЭБС по определенной теме. Это уже сама по себе небольшая такая библиотечная система. И когда ВУЗ подписывается на использование университетской библиотеки онлайн, то здесь тоже есть такой момент. Можно подписаться на базовую коллекцию, и плюс еще и издательские коллекции и прочее. А можно подписаться на схему блоков согласно аккредитованным специальностям. Вся коллекция – это вся коллекция. Но если у нас из этой всей коллекции всего десяток аккредитованных специальностей или аккредитованных направлений подготовки, то можно посмотреть, а нет ли их в профильных блоках, и тогда мы можем подписаться только на них. Но это, опять же, снижает издержки. Помимо этого, можно подписываться не на блок целиком и отдельно. Можно и так. А можно при этом выбирать из любых блоков, так называемая покнижная подписка, нужную вам литературу. Ну, например, в блоке 10 тысяч находится ресурсов, а нам реально, мы понимаем, что для этого направления подготовки нам нужно, ну, десятка 3 максимум, или там 100. А остальные, в принципе, в работе использоваться не будут. То можно выбрать из любого блока нужную литературу и составить вот такую свою ЭБС, да, вот как из пазлов собираем картину, вот так же составить свою библиотеку, которой будем пользоваться. И плюс издательские коллекции можно смотреть, подписываться. Там тоже есть возможность по книжной подписке, о чем тоже, к сожалению, не все знают, что можно не на всю коллекцию целиком подписаться, а только на те издания, на те книги, которые необходимы. Например, по тематике, опять же, направления подготовки аккредитованного или по тематике данного блока. Таким образом можно скомплектовать, собрать свою библиотеку, рабочую библиотеку. Ну и также в конце подписок, периода, подписного периода, можно докомплектовывать теми изданиями, которые необходимы. Все это делается. Но не все об этом, к сожалению, знают. Поэтому вот еще раз напоминаю, что такое есть. Как работать с профильными блоками? Самое главное – это использовать две настройки и фильтры, которые здесь есть. Где живут... Ой, сейчас я указку возьму. Вот. Где живут профильные блоки? Они живут вот здесь, когда мы заходим. Кстати, они доступны и во фри-доступе. То есть можно зайти, если вы являетесь подписчиком, по своему логину, паролю. И можно зайти, если вы не являетесь, например, подписчиком. Вы тоже можете увидеть литературу, которая содержится в профильных блоках, посмотреть, ознакомиться с ней. Но чтение онлайн самого источника для вас будет недоступным. Вот единственное, что отличает. Для этого требуется подписка. Но, по крайней мере, познакомиться и собрать информацию о том или ином произведении и понять, нужно ли его использовать или нет, это можно сделать и в свободном доступе. В меню, вот здесь верхнее меню, которое у нас открывается, раздел «Сервисы» и первая же строчка «Профильные блоки». Переходим по ней. У нас открываются профильные блоки. Вот здесь слева идет перечисление всех профильных блоков, которые есть, но прежде чем начинать, переходить к ним, настройте для себя удобную сортировку и определите вид доступности. Вот эта шестереночка справа наверху, нажимаем ее, у нас открывается вот такая менюшка. Если вы заходите под своим логином, паролем, под авторизацией, у вас будет два раздела «Сортировка» и «Доступность». Если вы заходите по фри-доступу, вот этого у вас не будет. Ну, вам и так ничего не доступно, да, прочитать ничего нельзя. По умолчанию будет стоять «Все». По умолчанию, когда вы заходите по подписке, у вас стоит показ литературы «Доступный», то есть той, на которую подписана ваша организация. Поставьте «Все». Вы сможете увидеть все книги, которые есть в том или ином профильном блоке, только если они недоступны, нет подписки на это произведение. Помните, я вам говорила, что можно же по книжным подписываться. Вы их увидите, но они будут неактивны. Вот эта вот гиперссылка будет не синенькая, а серенькая. Да, и «Затемненная обложка». И сразу понятно, что эта книга есть в этом профильном блоке. Вы ее также, карточку самой книги, вы сможете посмотреть, прочитать только не сможете. Но для принятия решения, стоит ли ее использовать и нужно ли на нее оформлять дополнительную подписку, этого вполне достаточно. Поэтому ставьте «Все». Вы увидите все богатства, которые есть в этом профильном блоке. И вот здесь выбирайте сортировку. По умолчанию стоит сортировка по умолчанию. Но здесь вы можете выбрать то, что вам легче и лучше обеспечивает выборку, легче отслеживать литературу. Мне, например, удобнее вот этот второй пункт «Сортировать по годам». Сразу список выстраивается в обратной хронологии. И самое свежее всегда сверху будет. Ну, нам всегда самое свежее, это оно интереснее. Мне, например, вот это вот удобнее. Или когда отбираем литературу последних годов издания. И еще про год в фильтрах будет, я вам тоже покажу, там это тоже важно. Ну вот мы настроили наш профильный блок, теперь с ним удобно работать. Выбираем нужный блок. Вот мы выбирали педагогика, экономика, все что угодно. Нужный. И нажимаем вот сюда строчку «Выбранные фильтры». Пока мы еще никакие фильтры не установили для работы, будет стоять ноль. А дальше мы идем по списку. Можно найти нужную книгу, если мы знаем автора или название. По ключевым словам тоже можно искать, но вот удобнее все-таки по автору и названию. Можно искать по типу издания, можно комбинировать, выбирать те фильтры, которые вам необходимы. Слишком увлекаться не советую, если мы не ищем какое-то конкретное издание. При подборе литературы по тематике иногда чем шире, тем лучше. Но некоторые моменты, критерии отбора все-таки установить стоит. Потому что очень много литературы в профильных блоках. Вот здесь у нас было в педагогике около 7 тысяч, а в экономике компьютеров около 10 и более тысяч. И все это вам выведется. Поэтому здесь можно отобрать типы изданий. Вот этот раздел, который незаслуженно обходится вниманием, возможность выборки по индексам ВБК – очень хорошая вещь. Помогает отсеивать литературу, которая нам не нужна. Например, в той же психологии он мне выведет все. Там будет и возрастная психология, и логопеды, и инклюзия, и дети с УВЗ, и дошкольники, и семейная психология, и конфликты, и все на свете. И организационно. А мне нужна только организационная психология. Вот тогда лучше воспользоваться. Или все, что связано с психологией управления, но психологические моменты. И вот эта детская литература, ее очень много. Она будет сбивать и мешаться. И возникает вот такое много всего от того, что нужно. Мне его невозможно найти. Просто переходим в раздел ВБК и выбираем те индексы, которые соответствуют. Можно выбирать несколько индексов, можно выбирать несколько вот этих подкритериев. Просто смотрите, если вот есть галочки, можно открыть и можно из списка выбрать то, что мне нужно. Это значительно упрощает поиск. По уровням образования, если необходимо, тоже можно. Но я обычно выбираю бакалавриат магистратура. Потому что какие-то книги, которые есть в разделе для бакалавриата, они и в магистратуре оказываются полезны. Но и наоборот. Самое главное то, что смотреть, чтобы для первокурсников не поставить что-то настолько серьезное, что они просто не в состоянии будут освоить. Издательство, если конкретно интересует, можно написать свое как критерий, можно не писать. И вот это вот год. Вроде бы мы уже по годам сделали, но мы сделали сортировку, а не выборку. Здесь мы делаем выборку по годам. Издание. Ну вот по типу издания. Открываем. Как это работает, да? Открываем по галочке. И вот у нас пошло. Научное издание. Здесь тоже есть галочка. Открываем. Везде, где есть галочки, открывайте. И здесь у нас пошло перечисление. Такой второй уровень. Это и материалы конференции, и монографии, и сборники научных трудов, и авторы феррата диссертации, и чего там еще только нет. Только мы еще в начале списка. И любой из этих позиций я могу выбрать. Например, мне нужны монографии, материалы конференции. Я выбираю и материалы конференции, выбираю монографию, применяю фильтры, и у меня будет выдача только материалы конференции, только монографии по профилю, например, экономика. Не забывайте вот про эту важную кнопочку «Очистить фильтры». Чтобы заново что-то переустановить, лучше нажать, он вам все сбросит. Все настройки, которые мы здесь сделали. Иначе они у вас могут усложнить поиск. Если они нам не нужны, и мы другие хотим установить. Не забывайте про эту кнопочку. Применяем фильтры и получаем выборку. И вот она, сортировка по годам. У нас идет в обратной хронологии с 2021 по 2013 год. А у нас, например, стоит требование, что в рабочую программу дисциплины учебные пособия или учебники включать не старее за последние три года, или не старее пяти лет. К различным работам могут быть такие требования, например, к студенческим работам. И тогда мы вот этот год прописываем сюда. Например, от 2016 или год по нижней границе, 2018. Нажимаем фильтр, и все, что ниже, он нам просто показывать не будет. Таким образом, мы уже себе уменьшили вот это количество выдаваемой информации. И есть еще один раздел. Внизу под профильными блоками у нас идет вот такой раздел «Междисциплинарные блоки». Напоминаю, коллеги, «Междисциплинарные блоки» это литература для общего, такого базового характера, общего характера, скорее для первых курсов. Там будет экономика для дизайнеров, для программистов, для рестораторов, для воспитателей детских садов. Вот все, что такого общего характера, то, что должны знать и те, и те, и те, без специализации. Вот это можно посмотреть в междисциплинарных блоках в разделе «Социально-гуманитарный модуль». Открываем, там будет экономика. То есть это скорее такого общего характера, общую литературу можно взять и отсюда. Если у вас, например, задача обеспечить литературой первокурсников, или учащихся там колледжа, или там третий семестр начала второго курса, можно начать вот отсюда, с междисциплинарных блоков, а потом перейти уже к профильным блокам. Потому что здесь литература уже более серьезная. Ну и вот, смотрите, междисциплинарными тоже можно пользоваться. Вот в этом их отличие. И к профильному блоку экономика. Что в нем содержится? Ну вот, смотрите, всего в блоке более 10 тысяч, почти 11 тысяч изданий. Из них 3,5 почти – это учебные издания. Очень много периодики. Это не отдельные названия журналов. 3 тысячи – это экземплярность. Сколько экземпляров? Названия будут повторяться, экземпляры будут разные. Выпуски. Выпуски, точнее, не экземпляры, а выпуски журналов, периодических изданий. 60 почти справочников. Большой выбор научных изданий – более 2 тысяч. Есть что подобрать для курсовых, для дипломных проектов. Так правило, вот эта часть очень сильно в дипломах страдает. Да и для статей, для своих публикаций тоже отсюда можно взять качественную литературу. Чем страдают студенческие работы? Тем, что очень много интернет-источников, иногда непроверенных, недостоверная информация, ненадежные источники, какая-то популярная статья на развлекательном портале, но вроде бы к теме работы она подходит, и он ее берет оттуда. Между тем, вот здесь, в разделе научных изданий огромный выбор литературы, которой можно воспользоваться. Это уже наша с вами задача – сориентировать и студентов, в том числе, чтобы они начинали вот отсюда, а потом уже интернет-источники. Студенческих научных работ не очень много. В основном вот этот раздел в профильных блоках – это сборники статей, сборники исследовательских проектов, выполняемых студентами. Но вот, тем не менее, они и есть. Одно аудиоиздание, пока одно, и все остальное попадает в раздел «Прочие». Полторы тысячи, даже чуть побольше наименований. «Прочие» – это научно-популярная литература. То, что вот в эти, сюда не попадает, в эти разделы, идет в разделе «Прочие». Ее смотреть тоже очень сильно рекомендую. Там попадаются очень интересные книги. Например, какие-то бизнес-бестселлеры. Вроде бы они относятся к блоку экономики и могут здесь использоваться, но это не учебные издания и в то же время ненаучные издания. Скорее, научно-популярные или такой бизнес-бестселлер, который любит выпускать у нас многие издательства. Вот их можно найти вот здесь в разделе «Прочие». Такого общего характера в поиске интересных фактов. Например, вот сюда заглядывать имеет смысл. И междисциплинарный блок, раздел «Экономика» тоже есть в социально-гуманитарном модуле, если говорить о междисциплинарных блоках. Здесь скромнее всего произведений 167, из которых учебных большинство 165 и всего два научных издания. Поэтому можно комбинировать профильный блок с междисциплинарным, если речь идет о первых курсах. Ну и пройдемся по такой краткий обзор по профильному блоку «Экономики». Про структуру поговорили, как искать литературу тоже. А еще один важный момент. Сейчас я вам покажу. Где она? Вот. Был у нас вот такой слайд, когда мы смотрели состав профильных блоков. Везде структура одна и та же в любом блоке. И обращайте внимание, когда у вас выпадает вот такая простыночка контента профильного блока, там, во-первых, не все издания сразу воспроизводятся. Их очень много. Если мало, то могут все. А так обычно где-то 15-20, по-моему, попадает в выборку. И название вот этого структурного элемента блока, оно приводится вот здесь слева наверху. Вот у нас закончилась учебная литература или научная литература, и пошли периодические издания. И обращайте внимание, в конце блока, перед началом, в конце вот этого раздела, перед началом следующего, есть вот такая синяя полосочка, написано «Показать все». Если здесь вы не нашли то, что вам нужно, не впечатлило, из первых 10-15, можете нажать сюда, кликнуть, и у вас откроются следующие издания. Вот здесь осталось там две тысячи с чем-то. И мы будем смотреть только, у нас выведется на экран только раздел «Учебные пособия» или раздел «Научные литературы». Остальные у нас уйдут. Но зато мы можем выбрать, ну, кому-то удобнее надо посмотреть все, почитать, впечатлиться, вдохновиться тематикой. Вот не забывайте, что такая вещь есть. И то, что у нас выводится в первой выдаче, это не все. Не забывайте про вот этот вот раздел. И по профильным блокам. Такая две тройки победителей по количеству просмотров. Наиболее популярные учебные пособия. Начинаем с них, потому что они более востребованы и чаще их ищем. По популярности они всегда на первом месте оказываются. По учебным пособиям. Количество просмотров. Ну, вот я здесь вам данные привела по количеству просмотров. Лидеры. У нас следующие учебники. Теория менеджмента Павла Александровича Михненко. Учебник. Очень качественно написанный. Еще один учебник под редакцией Павла Александровича. Он будет у нас чуть дальше. По стратегическому менеджменту. Просто этого заведующего кафедры стратегического менеджмента знаю. И знаю, насколько ответственно он подходит к отбору материала для учебных пособий. Это действительно качественный материал, качественные задания. И недаром учебник находится, можно сказать, в лидерах по количеству просмотров. Учебник очень хороший. Вот эти вот ссылки активны. По ним вы сразу можете перейти на карточку учебника. Если вас что-то заинтересует, только презентацию не забудьте скачать. И посмотреть даже без регистрации, без логина пароля, в свободном доступе вы сможете посмотреть более подробно и библиографическое описание, и аннотацию, и познакомиться с содержанием каждой из этих книг. На втором месте у нас учебник по бухгалтерскому учету. Причем, обратите внимание, вот это у нас издание 18-го года, 19-го года. То есть не 21-го. Ну, вот они по популярности на первых местах востребованы среди преподавателей и студентов в качестве учебных пособий. И на третьем месте у нас учебник по анализу хозяйственной деятельности. Вот эти вот три лидера из блока экономики учебных пособий. На втором месте, вторая тройка учебных пособий из учебников по микроэкономике. Это учебник Максимовой по бухгалтерскому учету коллектива авторов Полинова-Милославской. И вот он, стратегический менеджмент на третьем месте, тоже под редакцией Мехненко. Вот эти две тройки лидеров по количеству просмотров и по количеству просмотренных страниц. Что еще есть? Это вот то, что я вам обещала, такая таблица лидеров, рейтинг, наиболее популярные учебники, поэтому посмотрите, если ищете учебную литературу, вот начните с них. И карточки, когда открываете карточку книги, перейдя по ссылке, там еще внизу высвечивается у вас такая строчка «Рекомендуемые издания». То есть идет еще рекомендация, что еще посмотреть по этой теме, аналогичное, поэтому там же карточки самого издания можно перейти и посмотреть, что еще есть вот такого же плана. И по интересным книгам, что еще есть в блоке «Экономика» и на что стоит обратить здесь внимание. Конечно, все охватить невозможно, но какие-то интересные книги из этого блока я вам постаралась вытащить и здесь представить. Начнем с корпоративной и социальной ответственности. Вообще литература, серьезная литература на эту тему стала появляться только в последнее время. Я помню, в 2018, по-моему, году мы сильно мучились, когда нужно было в рабочую программу дисциплины этот модуль включать, а хорошей литературы, тем более учебной литературы или научной литературы, по этой теме практически не было. Поэтому очень сильно порадовалась, когда обнаружила, что в 2020 году вышла вот такая книга. она идет как монография. Корпоративная и социальная ответственность. Не обращайте внимания, что написано предприятие химической промышленности. В работе, хотя, да, есть отражена специфика, естественно, в этой книге, но помимо этого в работе раскрываются вопросы методологии, теории корпоративной и социальной ответственности о том, что это вообще. Да, вот я вам даже открыл кусочек из содержания этой книги, чтобы можно было посмотреть, что она из себя представляет. Рассматриваются конкретные методы управления, оценки и вопросы анализа, корпоративной и социальной ответственности. И есть еще важная часть методические аспекты составления нефинансовых отчетов. Плюс то, что касается не только корпоративной и социальной ответственности. Вот смотрите, вроде бы книга про корпоративную и социальную ответственность, но здесь есть подробный анализ химической промышленности России. Книга 2020 года. Данные довольно свежие. Рассматриваются, дается анализ и в региональном, и в отраслевом аспектах. То есть эта книга будет полезна еще и для тех, кто пишет, например, для студентов, кто пишет выпускные квалификационные работы или курсовые проекты, связанные с управлением, состоянием химической промышленности. Хотя сама по себе книга называется в основном про корпоративную социальную ответственность. Но, тем не менее, вот такой материал можно найти. Здесь же и различные факторы производительности труда, экономического роста, особенности развития крупнейших химических предприятий России тоже содержатся. Такая же информация. Ну и плюс еще, большой плюс этого издания, это анализ практики корпоративной социальной ответственности в России предприятий и дается обзор международного опыта реализации крупных социальных проектов. Это тоже важный момент, который не всегда можно найти. Одно дело, это найти где-то в сети интернет, а другое дело, это не стыдно вот этот источник привести и в список использованной литературы как и для своих публикаций, так и для студенческих, например, работ. Еще одна книга, близкая по тематике, тоже большая проблема была тоже, когда делали проект для Минэка связанный с социальным предпринимательством, тоже была большая проблема найти литературу, хорошую качественную литературу на эту тему. Книга тоже 20-го года, социальное предпринимательство и некоммерческие организации, современное состояние, проблемы, перспективы развития в меняющемся мире. Она идет как монография и обозначена как монография, но когда я посмотрела по содержанию, короткие, небольшие главки, разделы, мне почему-то сразу пришла ассоциация с сборником конференции, но идет как монография. Небольшие главы, небольшие параграфы, каждый по отдельной тематике, скорее обзорной монографии. Она содержит итоги исследований вопросов развития и социального предпринимательства, и НКО, и достаточно широкий спектр вопросов здесь рассматриваются. Дается сделана такая попытка комплексного представления проблем, решения вариантов, перспектив развития и социального предпринимательства в современных условиях. Российские особенности становления, роли социального предпринимательства рассматриваются здесь. Здесь же есть вопросы финансово-экономических правовых механизмов взаимодействия бизнеса и власти. Ну и, конечно же, материалы по популяризации социального предпринимательства. И также еще представлен зарубежный опыт развития государственной поддержки. И есть примеры региональной реализации вот этих направлений развития НКО и социального предпринимательства. В основном по Ростовской области. Вот несколько глав прямо было посвящено на примере Ростовской области. Вот такой региональный аспект рассматривается на этих примерах. Ну и зарубежных стран опыт тоже есть. Например, такая глава, там есть социальная экономика и социальные предприятия опыт Болгарии. Подерж найдешь опыт Болгарии, а здесь он присутствует. Зарубежный опыт поддержки социального предпринимательства тоже отдельная глава тоже рассматривается. Есть даже такие вопросы, как информационное обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и организация учета в некоммерческих организациях. зарубежных зарубежных опыт финансирования и контроля деятельности некоммерческих организаций и много чего еще. Поэтому, если у вас похожая тематика возникает, студентов точно отправляем сюда, ну и себе даже для статей здесь много материала можно взять. Ну и процитировать не стыдно. Ссылку дать. Это все-таки монография, а не что-то там какой-то ресурс, какой-то сайт. Ну и плюс не забывайте коллеги в монографиях, в литературе, в книгах, как правило, есть еще такой раздел как библиография. То есть пополнить себе спектр источников по этой тематике, где еще посмотреть, здесь тоже легко и просто можно сделать. Еще одна книга не могу обойти вниманием. Вот это нужно всем, просто всем, вне зависимости от сферы деятельности и работы. Касается на вопросов организации и прохождения возникающих трудностей испытательного периода. То, что касается испытательного срока. Да, и обратите внимание, если вы видите вот такой значок на слайде, значит, эта книга есть еще и в интернет-магазине. Поэтому, даже если вы не являетесь подписчиком библиотеки, но книга вас заинтересовала, на карточке там будет такая серая полосочка, написано, что можно заказать печатную или электронную версию в интернет-магазине. На слайде я вам сразу такой значок ставлю, значит, сразу можно уже в интернет-магазине ее искать. Автор Минкина «Испытания работника. Теория законодательства и практика». книга издательства «Директ-медиа» 2020 года. Что здесь интересного? Ну, во-первых, исследуется с позицией научно-теоретических, законодательных, практических испытания работников, то, что называется испытательный срок. Очень интересно дается такая правовая, историко-правовая скорее характеристика, и рассматривается, дается анализ действующего российского законодательства, что есть об испытательном сроке, где посмотреть, какие статьи, какие законодательные акты. И важный момент, разбираются вопросы, трудности, проблемы, кейсы, встречающиеся на практике, которые связаны и с установлением испытания работнику, как оформляются результаты его прохождения, восстановление на работе лиц, которые незаконно уволены в период испытательного срока, то есть, что считается законным увольнением, что считается незаконным увольнением, то есть, все эти вопросы в этой книге разбираются. И помимо, дается комментарий к действующему трудовому законодательству, и помимо этого еще приводится и авторская точка зрения, рассуждения, и различные научные дискуссии, которые возникают по этим вопросам, и также разбираются те нюансы законодательства, которые могут приводить, играть как на стороне работника, так и против него, да, вот какие-то недоработки, какие-то нюансы в законодательстве, на которые следует обращать внимание, иметь в виду. и кроме того, здесь есть еще анализ соответствующей судебной практики, и есть еще приложения, в которых есть примерные образцы документов, то есть это вот такое пособие для проходящих испытательный срок, либо готовящихся проходить испытательный срок, на что обращать внимание, ну, можно сказать, такое практическое пособие, а испытательный срок проходить приходится много и практически всем. Ну, вот, обращаю ваше внимание на вот эту книгу, полезная, очень полезная вещь. Ну, вот, краткое содержание, голова, вот, приложения, какие есть образцы, я вам сюда тоже вывела на слайд, чтобы у вас это осталось, не забудьте презентацию скачать, тогда у вас это все будет прям под рукой. Что делать, куда бежать и какие могут быть нюансы, связаны с испытательным сроком. Еще одна книга, которая есть и в библиотеке, и в магазине, в интернет-магазине, тоже можно приобрести. Тоже вопрос такой актуальный. Корпоративная культура. Да, причем не просто корпоративная культура, а стандарты корпоративной культуры в 21 веке. Почему я на нее еще обратила внимание? Ну, во-первых, моя родная кафедра, это кафедра корпоративной культуры, и, соответственно, не могла просто пройти мимо этого издания. Автор Зайнулин, 21 год, это вот буквально-буквально очень свежее издание, только-только поступило, можно сказать. И чем оно интересно? Я помню, когда мы готовили занятия, я вела на группах магистров корпоративная культура и коммуникации топ-менеджеров, вот эти две дисциплины, и всегда была проблема, где взять примеры корпоративной культуры, корпоративных взаимодействий, стандарты, какие-то регламенты, примеры миссий, ценностей, которые бы декларировались для того, чтобы на их базе разработать кейс, либо обсудить со студентами, да просто дать им в качестве примеров. Эту огромную работу приходилось проделывать Рызкая по сайтам, по корпоративным сайтам, они все не везде и не всегда естественно выкладываются и не всегда есть возможности, где-то же эти документы они существуют, но не всегда они в открытом доступе есть в интернете. И вот когда я посмотрела эту книгу, это просто была, знаете, такая находка для преподавателя, для тренера, связанного с тематикой корпоративной культуры. Ну, во-первых, что здесь хорошего? Во-первых, дается обзор различных теорий корпоративных культур, разбираются типы корпоративных культур, а их много, и вот прям вот эти вот таблички, схема, они в первой части этой книги обязательно присутствуют, чем они отличаются, то есть такой уже хороший учебный материал есть, соответствие этих типов корпоративных культур популярным концепциям, вот сейчас стали такие популярные концепции корпоративного гражданства, корпоративной социальной ответственности, возвращаемся, да, к нашему первому изданию, устойчивого развития, вот это вот все взаимо увязывается, это очень интересный такой подход. И самое главное, что здесь авторы провели исследования корпоративных культур крупнейших корпораций, не только российских, но и мировых, и рассматривали ключевые отрасли экономики. Это атомная энергетика, это нефтегазовый комплекс, это банки обязательно, банковский сектор, это что еще у нас там, ВПК, военно-промышленный комплекс, да, интересно, корпоративная культура, примеры стандартов, регламентов корпоративной культуры компании военно-промышленного комплекса, очень такая нечасто встречающаяся в открытом доступе информация. И транспорт, в основном это компании железнодорожный транспорт, две компании рассмотрены, РЖД и по-моему, еще там China Railway, китайская компания, еще кто-то был из западных компаний. А так здесь представлены и примеры корпоративной практики, и самое главное положение внутренней документации, то, что относится к разряду внутренних документов таких крупных компаний, например, Boeing, Mitsubishi, Electricity de France, это электроэнергетика, кто там еще, Industrial and Commercial Bank of China, это китайский, Almaz Antey, ну и наши отечественные, конечно, такие монстры, как Газпром, Росатом, Роснефть, Сбербанк, РЖД, вот это Ростех, вот примеры, все собрано в одном месте, это просто уникальное издание, поэтому коллега просто на нем не могу не остановиться на подольше. Действительно, это настоящий кладезь, поэтому берите на вооружение. Помимо этого, здесь есть еще и сравнительный анализ сходств различий корпоративных культур там США, Великобритании, Японии, России, Евросоюза, и вот это тоже очень интересно сравнить и для большого количества дисциплин здесь огромный россыпь такого-то материала. В интернет-магазине тоже эта книга есть, ее можно приобрести, если нет подписки, ну вот имейте в виду, это действительно стоящее просто издание. Ну и вот я вам, да, вот я вам тоже привожу кусочек, выдержку из содержания, из оглавления этого издания, вот сами вот эти примеры выдержки из внутренних документов таких крупнейших компаний, это, конечно, очень дорогого стоит, собрано все в одно место, прекрасно вообще. По периодическим изданиям, профильный блок экономика богат на периодические издания, я вам здесь привела только то, что уместилось на один слайд, это еще не все. За разные годы, разные выпуски можно найти. От Вестника Московского университета две серии есть управление и экономика, российский экономический журнал и плюс вот такие более специфические издания, как финансовая аналитика, финансы, кредиты, периодические издания и отдельные выпуски по последним годам, 19, 20, 21, достаточно много представлено. Даже такие интересные издания, как методы менеджмента качества, опять же, по статьям полнотекстовый доступ есть для подписчиков ЭБС, можно очень хорошо использовать их в своей работе и давать студентам для того, чтобы они использовали это для своих ВКР и курсовых работ. Такое богатство периодических изданий и полнотекстового доступа, не выходя из ЭБС, это тоже очень интересная такая вещь. По студенческим работам. Вот те три студенческие работы, о которых я вам говорила в самом начале, которые здесь есть. Сборники, один из них сборник ВКР, выпускников Казанского национального исследовательского технологического университета, но, правда, за 17-18 год, но, опять же, можно посмотреть. Социальное предпринимательство глазами студентов, это сборник студенческих статей и в двух выпусках. Ну, вот, три варианта студенческих работ, если нужно, они здесь тоже есть. и, наконец, та единственная аудиокнига, которая есть в профильном блоке экономика. Интересное издание, Демидовы, их жизнь и деятельность. Можно прослушивать прямо из библиотеки, но, опять же, если вы зарегистрированы, авторизованы, то есть как подписчик, можно прослушать. Если без подписки, он вам просто покажет карточку этой аудиокниги и даст ее краткое описание. Это биографический очерк Демидовы, автор Василий Васильевич Агарков, русский писатель, поэт, литературный критик. И жизнь, очерк, вот его очерк Демидовы, их жизнь и деятельность представлена в формате аудиокниги, можно послушать. И вот написан, он был более ста лет назад для серии жизнезамечательных людей издательства Павленкова. И в центре повествования это род богатейших российских предпринимателей Демидовых. Вот про них как раз и идет повествование. Но это скорее может быть даже для студентов колледжа или первого курса в качестве такого дополнительного материала тоже можно использовать. Можно использовать например при подготовке онлайн курса. Если у вас есть подписка на университетскую библиотеку онлайн, можно тоже давать ссылку, включать в свой курс как дополнительный материал, который студентам ведет их в тематику. Почему нет? И последняя книга, про которую сегодня скажем несколько слов относится к разделу справочных изданий из профильного блока экономики. Выбрала я ее, потому что она идет там много на самом деле справочников. И вот я выбрала, потому что во-первых очень актуальная тематика на сегодняшний день вообще мошенничества и как их избежать. Тем более здесь дается вообще энциклопедия мошенничества в платежной сфере. Ну и во-вторых это переход к нашему следующему блогу, который у нас будет в два часа в другой вебинарной комнате про компьютер и интернет. Ну вот такой переход к следующей теме. В конце мая 2013 года прокуратурой Нью-Йорка было объявлено о приостановке деятельности платежной системы Liberty Reserve. Существовавшая с 2006 года зарегистрированная в Коста-Реке эта платежная система через собственную виртуальную валюту позволяла пользователям анонимно переводить денежные средства в любую точку мира за минимальную комиссию и пользовалась большой популярностью. Через эту систему прошло больше 50 миллионов платежей на сумму около 6 миллиардов долларов. и эта платежная система очень быстро стала таким любимым банком преступного мира. Прежде всего мошенников привлекала вот эта анонимность для успешной регистрации, а затем проведения операций, денежных операций, было достаточно всего лишь, всего-навсего электронного адреса, адреса электронной почты. И когда полиция заинтересовалась деятельностью этой платежной системы, один из секретных агентов зарегистрировался в этой системе как под именем Джо Фальшивый и указал столь же красноречивое имя своему счету. Ну, как кошелек, там счет, нужно было давать какое-то свое имя. Он его назвал так «Украсть все». И в качестве своего адреса указал следующий там 123123 типа индекс «Поддельная главная улица в полностью выдуманном городе США». И самое интересное, что его зарегистрировали и он получил возможность проводить свои финансовые операции. Ну, вот так методом такой контрольной закупки и раскрыли эту мошенническую сеть. Вот такие примеры, на что обращать внимание, как не попасть в лапы мошенников, которые действуют в сфере, в платежной сфере. Вот эти истории, они есть, и истории, и подробный разбор, он есть в бизнес-энциклопедии. Ну, просто использование информационных технологий сейчас привело к появлению и приводит к появлению разных специфических форм мошенничества и банковские карты, электронные деньги, обслуживание клиентов в системах, особенно сейчас стало популярное дистанционное банковское обслуживание, онлайн банкинг. Вот все это и порождает необходимость владеть знаниями в этой сфере, да, и где могут обмануть, на что обращать внимание вопросы нормативного регулирования, способы борьбы с этими противоправными действиями, это все становится максимально актуальным, и это мы можем найти вот как раз в этом, в этой бизнес-энциклопедии или энциклопедии, ну, сама она идет как справочное издание, найти можно все, и вот разные аспекты этой проблемы, они, этих проблем, они рассматриваются в этой книге, и еще один факт, все материалы для этого издания были подготовлены практикующими специалистами, экспертами в области финансово-банковской сферы деятельности, служб системы безопасности, и вот в этом плане она достаточно интересна, поэтому тоже берите на вооружение, ставьте закладку, берите на заметку, во-первых, здесь очень есть интересные истории, опять же, проводя, готовясь к занятиям, проводя занятия, из этого можно сделать шикарные кейсы, богатейший просто материал, ну и плюс практическая польза, хорошо бы знать, поэтому вот в плане такого еще подспорья для преподавателей, для проведения тренингов, для разработки онлайн-курсов, каких-то квестов, игр, вот здесь можно из этих историй сделать очень хорошие добротные кейсы, их достаточно много, только не забывайте ссылку ставить, на основании какого материала, из какого издания вы это делали, ну и по поводу полезных ссылок, самое последнее, раз уж про ссылки заговорили, про интернет-магазин, гиперссылка здесь активно сразу на страницу интернет-магазина ведет, как она выглядит, я вам ее тоже показываю, да, и по вопросам подписки, сотрудничества, на прошлом вебинаре я вам обещала, что контакты найду, контакты нашла, можно обращаться по телефону, я его вам тоже сюда привожу, адрес электронной почты, а также ответы на вопросы, на некоторые вопросы можно найти на сайте по ссылке, на сайте biblioclub.ru, где разбираются основные моменты по сотрудничеству, по вариантам подписки, все это можно найти и там, ну, в крайнем случае написать на почту либо позвонить. И, коллеги, маленький момент, обращаю ваше внимание, что есть такая услуга, это информация с сайта, с официального сайта Директ Медиа, для библиотек, для подписчиков есть тестовый доступ сроком на две недели, да, то есть вот такая возможность тоже есть, индивидуальная подписка удовольствие дорогое, были у нас вопросы типа физическому лицу, электронная библиотечная система университетской библиотеки онлайн, она позиционируется как именно университетская библиотека и сотрудничает с образовательными организациями и библиотеками, не формат публичной библиотеки, но пока по крайней мере, поэтому подписка это дело не дешевая для физического лица, только для организации, но вот варианты тестового доступа здесь они тоже присутствуют, но остальные вопросы, нюансы можно узнать уже воспользовавшись этими контактными данными. Ну и напоминаю коллеги, даже если у вас нет подписки, воспользоваться фри доступом, свободным доступом, без регистрации, для того, чтобы посмотреть, какие есть книги, познакомиться с аннотациями, библиографическими описаниями, посмотреть содержание, оглавление этих книг, это всегда можно сделать в ЭБС. Как это делать? С блоком экономики мы сегодня с вами познакомились. Ну вот на данный момент у меня информация по этому блоку закончилась, в 2 часа у нас с вами будет вебинар по блоку компьютера и интернета. Посмотрим еще один блок по профильному блоку компьютер и интернета. Там тоже будут очень интересные издания. Конечно, хотелось бы охватить все, но не получается их очень много. Поэтому самые интересные книги я вам тоже покажу и немножко про них расскажу. Ой, там тоже богатство просто море. Ну вот, коллеги, на сегодняшний момент у нас все. Кому интересно в 2 часа